И снова привет! Знаете, в ролике про трэш лего из Китая мне такой комментарий написали, что, мол, молодец, трэш лего это интересно. То, что оригинал смотреть скучно, потому что там ничего такого нету, а трэш уже интересно. Ну, это, конечно, здорово, но оригинал, я думаю, не так уж и скучно смотреть, потому что он тоже достаточно прикольный, потому что хорошо сделан. И сегодня будет обзор оригинальных лего минифигурок, но не обычных. Дело в том, что я тут на днех решил показать свой самый первый лего набор, который у меня появился, но, увы, не смогу, потому что часть деталей потерялась и еще одна деталь сломалась, это цепь. Я уже говорил, но зато мне удалось сохранить минифигурки из этого набора. Вот их-то я сейчас и покажу. Сейчас уже мало кто, наверное, знает, как выглядели старые лего минифигурки. Они совершенно не похожи были на тех, что сейчас делают. Ну, вот они. Это три пирата. Да. Как вы видите, они действительно не похожи на те, которые делают сейчас. Они большие, вот такие вот, высокие. Вот давайте сравним с обычной минифигуркой. Это хоть не лего, а лепин, но все равно. Вот. Видите? Вот эта вот фигурка гораздо больше, чем эта. Не намного, конечно, но больше. И еще. Она не разъединяется. Она вот была сразу в собранном виде в наборе, и разъединить ее никак нельзя. Ни голову не отсоединишь, ни шляпу, ни ладони не вытащишь, ни руки тоже нельзя. Ну и ноги, разумеется, тоже. И торс отделить тоже нельзя. В общем, она тут все. Все приделано намертво, но при этом двигается. Ну, теперь давайте рассмотрим отдельную картуную фигурку по принтам. Да. Здесь очень красивый такой принт на торсе. У него тут ремень, к которому пристегнут пистолет. И еще он татуировка черепа в бандане и с ножом. На ногах тоже есть принты. Принты полосатых штанов вот таких вот. И ножик еще заткнут. И даже на ботинках он тоже есть пряжки в виде принтов. Да, и на спине тоже. На спине у него тут тоже заткнут нож. И висят три мешочка. Походу с деньгами. Вместо левой ладони у него тут крюк. И на голове принт тоже такой прикольный. Только вот непонятно, почему у него усы и брови, они зеленые. Вот зеленые они просто. Это, конечно, непонятно, но все равно прикольно. И одет он вот в такую вот еще шляпу пиратскую. Вот такой вот пиратик. Следующий. Это у нас пират вот такой вот озлобленный и одноглазый. У него тоже классный принт на торсе. Два ножа заткнуты за этот за ремень. Еще вот что-то висит. У него здесь какой-то кусок повязка, что ли, какая-то или что-то в этом роде. У этого пирата уже, кстати, обе ладони на месте. И на голове у него уже треуголка. На ногах тоже есть принты прикольные. Вот тут цепь. И здесь, видимо, порвано. И пряжки на ботинках тоже есть. На спине у него здесь принт такого топорика. И тоже двух мешочков. Классная такая у меня фигурка. Мне кажется, или здесь даже принты лучше, чем у тех, которые делают сейчас. Принтов здесь как-то гораздо больше. И они такие красивые. И хорошо, кстати, сохранились мини-фигурки. Потом сейчас еще раз об этом скажу. Ну и, наконец, третий пират. Такой вот ухмыляется. И он уже в красной одежде. А не в желтой. И как вот эти вот. Он у нас одноногий. Вон, видите, костыль. Так, на досике принт у него тоже классный. Вот только чуть-чуть, не знаю, он тут чуть-чуть поцарапался, принт. Не знаю, это от того, что хранил я его так долго. Или от того, что просто с самого начала он такой был. Ну, вряд ли от того, что долго хранил. Потому что эти тоже хранились. И принты у них в целости и сохранности. Ну, ничего страшного. Это тоже прикольно. Такая вот у него куртка. Это тоже повязка. Сзади у него здесь какой-то рог с порохом, походу. И бомбы. Вот классные очень принты. Мне нравятся. У него на голове такая вот красная бандана тоже. Есть еще принт ремня на поясе. И на ботинке принт пряжки. Точно такой же, кстати. А, нет, разные. Разные принты. Да. И в общем, вот такие вот три мини-фигурки. Я вам скажу еще раз. Они очень хорошо сохранились. Потому что очень они у меня давно лежат. Им, если я не ошибаюсь, 10 лет. Да-да-да, им 10 лет уже. 10 лет стал момент, как они у меня появились. Прошло. Да, и они до сих пор хорошо сохранились. Все. Я не буду их больше уже среди других деталей хранить. Я их уберу теперь на полочку. Они будут у меня коллекционными. Буду их беречь. Потому что это уже старые мини-фигурки. А, как и вы знаете, в старых вещах ценно именно то, что они ужасно старые. Да тем более, если это такие вот старые лего мини-фигурки. Сейчас вроде таких уже нет. А у меня они будут. Так, ну ладно, а теперь к делу. Из-за чего я вообще хотел снять этот ролик. Обзор на мини-фигурки я просто сделал, чтобы было, ну, не так скучно. На самом деле я хотел сказать, то что, увы, лето уже подошло к концу. И наступила осень. И времени на видео у меня теперь будет очень-очень мало. Если оно вообще будет. Если я буду выпускать ролики дальше, то теперь гораздо реже. Потому что, во-первых, в школах теперь пятидневка. Теперь гораздо больше уроков будет. И плюс еще куча домашки. А во-вторых, я уже в девятый класс иду. Сейчас экзамены будут у нас в следующем году. И начнутся у меня тут хождения по репетиторам, дополнительные занятия. Ох, так что я уже сказал, времени у меня почти не будет на видео. Увы. Но, ничего. Скоро ведь будут осенние каникулы. Первая часть этой нам быстро пролетит. И тогда уже появится немножечко времени. Ну, а на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok